Девушки отдыхают С этой информацией каждый гражданин Донецкой Народной Республики может познакомиться на сайте Совета Министров Полная подробная информация, что включает регистрацию, перестрацию и выдачу водительских удостоверений для граждан Донецкой Народной Республики Вкратце сразу могу сказать, что регистрация у нас начнется с 26 мая, это во вторник На территории МРЭО номер 1 бывшего, сейчас это подразделение МРЭО ГАИ Донецкой Народной Республики, улица Таганровская, 19-А Значит, алгоритм регистрации будет следующий Граждане обращаются в подразделение МРЭО, печатают заявление о Машбюро на первом этаже, там же оплачивают все квитанции по регистрации или же по водительскому удостоверению Значит, платежи по сравнению с ГАИ украинским практически чуть-чуть меньше, ну не чуть-чуть, а в два раза меньше по сравнению с Украиной То есть это регистрация транспортных средств 372 гривны, а выдача водительского удостоверения с экзаменом 106 гривен Выдаваться будут технические паспорта сначала на бумажной основе временные, как водительские, так и технические паспорта транспортного средства Такого образца будут они ламинированы в специальную пленку с защитами и также будут защитные, это для проста пока она без пленки Имеется в виду это водительское удостоверение с фотографиями, это технические паспорта на транспортное средство В будущем потом, после проверок всех паспорта данных, после прохождения некоторого правильного времени Будут выдаваться уже постоянные на бумажной основе вот такие водительское удостоверение образца ДНР и технический паспорт Такого образца, тоже самая защитная пленка и всеми защитными свойствами Выдаваться будут номерные знаки европейского стандарта на металлической основе, как вы видите Вот такого образца для инвалидов, водителей, которые управляют физлицами, так скажем Для полицейских подразделений ДНР будут выдаваться вот такие номерные знаки синего фона И так же правительственная серия, да, Совета Министров, такая фазерная проверка, защита на номерном знаке Который уже фактически никак не подделок А какой смысл в этих номерах, если с ними ни в Украину, ни в Россию, ни в Украину? Я отвечу на этот вопрос Значит, у нас вопрос выезда за пределы, ну, теперешней границ республики Я думаю, этот вопрос задавать преждевременно Смысл регистрации в том, чтобы провести учет всех имеющихся транспортных средств на территории республики Ну, а владельцев, которые по каким-то причинам утеряли водительские документы Были уничтожены, ну, по другим причинам Кроме этого, это позволит нам, скажем так, оптимизировать работу по розыску транспортных средств, находящихся в розыске Которыми противоправно завладили Продолжение следует...